Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Добрый день. Ну что, давайте начнем очередную лекцию. Признаться честно, у меня очень много материала, которые хочется вам рассказать. Я достаточно относительно давно не снимал никаких лекций, потому что был занят и до сих пор занят. Но сегодня вечером выдался часочек для того, чтобы снять для вас важный материал. Значит, сразу скажу, что будет шесть тем, они будут в разных роликах. Так будет проще. Сейчас я вам хочу рассказать то, что, наверное, многие никогда не знали и вряд ли бы узнали, если бы не имели отношения к какому-нибудь научно-исследовательскому институту, институту, академии, научным работам. Я хочу рассказать вам, как формируются неврозы, те самые ваши неврозы, панические атаки, геттососудистые, так сказать, дистония ваша любимая, все фобии, тревоги, страхи, обсессии, навязчивые мысли, ритуалы, наркомания, алкоголизация, игромания, клиптомания, всевозможные болевые расстройства в том плане, что вы хотите причинять себе боли, или выдергивает человек волосы, грызет сильно губы. То есть, вот такой вот пласт большой сейчас копнём. Я вам хочу показать, как работает ваш головной мозг, для того, чтобы вы поняли, почему же так важно найти то самое внутреннее, глубинное, причинное состояние вашего поведения. Вы сейчас это всё поймёте. Просто я всё чаще и чаще натыкаюсь на то, что... А зачем искать внутренний конфликт, или зачем работать глубоко, когда можно работать поверхностно? В том плане, что работать именно с симптоматикой. Посмотрите мои предыдущие лекции, вы действительно поймёте, что работа с панической атакой или с фобией – это не самый сложный процесс для психотерапевта и для клиента. Достаточно правильно выстроить систему экспозиционных тренировок, систему когнитивных мыслей, когнитивных интерпретаций, работа с убеждениями. И с помощью когнитивно-поведенческой терапии и экспозиционного тренинга мы можем достаточно быстро работать с агорофобией и с навязчивостями. Зная механизм работы вегетативной системы и правила работы с панической атаки, вы сможете справиться с паническим приступом достаточно быстро, и его больше не появится никогда. Время на работу с панической атакой с агорофобией на самом деле при благоприятных обстоятельствах до трёх месяцев. Дальше идёт работа более глубинная до трёх лет. В чём суть? Суть в том, что если сейчас я вам нарисую пласты, ну так сказать, да, то изначально наш клиент понимает примерно так, что вот его пласт проблемы – это его симптомы. Но на самом деле под этими симптомами ещё есть очень много пластов проблем, о которых он вряд ли знает и даже не догадывается. Суть в том, что именно эти проблемы им свойственно повторяться, им свойственно вести вашу жизнь постоянно. То есть, если у вас есть вот здесь вот центральная тема конфликта, как мы говорим, то ваше поведение и ваша специфика личности будет преломлять эту вашу особенность во все сферы жизни. Вы будете вести себя с людьми определённым образом, вы будете испытывать проблемы в отношениях с противоположным полом, с работой будут некоторые сложности. Будут эта центральная тема конфликта, она будет всегда сказываться на все сферы вашей жизни. И вот эти самые симптомы – это такая квинтэссенция накопившихся противоречий. Устраняя один пласт симптома, допустим, устраняя паническое состояние или страх за собственное сердце, или страх задохнуться. Мы никаким образом не решаем основную проблему. Поднимается новый пласт конфликта, и мы по-прежнему чувствуем себя плохо и приобретаем новые страхи, новые навязчивости, новые обсессии, компульсии, или просто странное поведение. Бессонницу, бессмысленное какое-то существование, достаточно суетное и тревожное. И вроде как панических атак нет, и вроде как фобий за собственное здоровье нет, но всё равно постоянно какая-то проблема присутствует. Вот поэтому это очень важно понимать. Сейчас я вам расскажу более подробно, как это нужно понимать с точки зрения нейрологии. Итак, первые три темы, которым будет посвящён этот ролик, а их ещё будет три впереди в блоке, обязательно их посмотрите. Я думаю, что я отвечу на все ваши вопросы, потому что последний, наверное, месяц, я хочу сейчас так, это, немножко отвлечься. Знаете, как я сплю? Ну, шутка, да, сразу говорю. Примерно это выглядит так. Вот я сплю, смотрите. Я... И мне снится сон. Алексей. Алексей, я задохнусь от ВСД. А, я задохнусь? Нет. А паническая атака, это страшно. Страшно ли паническая атака? Ответь мне, я умру. Умру я? Нет, нет, нет. Творог. Творог. Деревизация. Что с ней делать? Что делать с деревизацией? Алексей, ответьте, я не могу больше. Когда вы меня примете? Алексей, где? Какой лучше препарат? Какой? 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 А невроз? Внутренний конфликт надо решать? Нет? Скажи, пожалуйста, а что такое внутренний конфликт? А как? А как? А паническая атака, это страшно, она лечится? А-а-а! Вот, примерно вот так. Соответственно, несколько тысяч неотвеченных сообщений ВКонтакте примерно об одном и том же, как я так посмотрел. Сейчас я буду отвечать на все эти несколько тысяч сообщений тремя большими частями. Смотрите, пожалуйста, внимательно, я вас очень прошу, потому что у вас есть такая интересная парадоксальная штука, вы смотрите видео-лекцию, вот так вот, ага, круто, лайк. И тут же сразу вопрос, а я умру от неврозы? Вот чтобы такого не было, давайте смотреть внимательно. Итак, давайте, поехали. Рисуем головной мозг. Очень схематично. Очень схематично. Очень схематично рисуем головной мозг. Ну, понятно, да, что это схематично. Смотрите, значит, когда у нас есть центральная тема конфликта или центральная тема противоречий, которая актуализировалась в определенный период жизни, то, что мы называем внутренним конфликтом. Чтобы актуализировался внутренний конфликт, что нужно? Вот тут меня тут часто спрашивают, почему кто-то болеет неврозом, а кто-то не болеет? Почему у всех есть стрессы, да? Вот у молодых, в кавычках, специалистов есть такая замечательная оригинальная идея, что невроз никакого отношения не имеет к внутреннему конфликту и к стрессам, и потому, что стрессы и проблемы есть у всех, но не все болеют неврозом, следовательно, что-то особенное в генетике или что-то особенное лично в вас, у вас какой-нибудь анальный вектор развит не так, или еще какой-нибудь вектор специфический и там ген какой-нибудь там необычный, наследственное что-нибудь, да? Вот здесь надо понимать научное обоснование того, почему кто-то уходит в фабические невротические расстройства, а кто-то нет. Смотрите, мы уже об этом говорили, но я сейчас повторю. Возьмем, допустим, ситуацию. Возьмем трих женщин всем трем женщинам изменил муж и она его уличила в измене. Одна женщина считает, что муж, который ей изменил, он олень и он должен быть изгнан из семьи раз и навсегда. Вторая женщина считает точно так же. И третья женщина считает точно так же. подсказка. У первой женщины будет невроз, она уйдет в паническую атаку буквально через 3 недели после этого после этой ситуации и начнет ходить по врачам, искав себе болезнь. Она будет искать себе канцера, фобию, это самое онкологическое заболевание, проверяться постоянно. Вторая женщина немножечко попереживает, но не выйдет в невроз, а третья вообще не будет переживать и достаточно легко справиться с этой проблемой разведясь с мужем. Вторая женщина не развелась с мужем. Вторая не развелась немножечко попереживала, но не развелась и не заболела неврозом. Третья не переживала, развелась и достаточно стойко это перенесла, а вот первая заболела неврозом и у нее есть симптомы тревожно-фобического характера. Казалось бы, три одинаковые женщины, одинаковая ситуация, но повели они себя абсолютно по-разному и эффект у них разный. Не буду сейчас достаточно долго читать лекцию, об этом вы можете посмотреть в моём DVD-курсе, где мы подробно разбираем такие вопросы, как это происходит и почему. Также вы можете увидеть... Нет, на вебинарах этой темы нету, в DVD-курсе есть эта тема разбирается, а в вебинарах техники. Значит, в чём фишка? Фишка в том, что наша первая женщина имеет специфическую семью в детстве. Её детские отношения сложились таким образом, сейчас не буду разбирать подробный пример, но они сложились таким образом, что семья для неё стала особо важной ценностью. Для второй, для третьей тоже, но не так сильно, как для первой, потому что первые отношения с матерью и с отцом были настолько специфичны, что для неё модель семьи очень важная структура в её жизни. Соответственно, ситуация, попадая в противоречие, сталкивает два противоречия, её личные. Вот что такое внутренний конфликт. С одной стороны, я хочу разводиться, потому что у меня есть убеждение, что муж, который мне изменил, должен быть изгнан. С другой стороны, у неё есть убеждение, что семья для неё очень важная ценность. А ей как бы не 15. Сталкиваются её два идеологических противоречия, и она не может их разрешить. Вот что такое внутренний конфликт. Понятно? Об этом подробно есть в дистанционном курсе и с ребятами, которыми мы занимаемся в группах. Мы об этом подробно разговариваем. Значит, итак, сейчас мы не об этом. Сейчас не про внутренний конфликт, а про более сложные вещи. Итак, у нас есть внутренний конфликт, который актуализировал её состояние. Это понятно, да? Мы, предположим, разбираем эту ситуацию. Вот её головной мозг имеет определённую долю, где есть постоянное напряжение, которое, мало того, ещё не осознаётся. Она не в курсе. Сейчас я покажу, что с ней происходит. У неё есть этот внутренний конфликт, который она не осознаёт. Два идеологических убеждения. Вспоминаем, да? Что происходит с головным мозгом, когда определённая зона этого мозга очень сильно переутомлена. Помните, я в своих видео лекциях, и многие мои коллеги называют невротические симптомы и сам невроз каким образом? Вспоминайте. Как мы называем невроз и симптомы? Защитные психологические механизмы. Вспомнили? Почему? Потому что, когда у нас есть актуальная проблема в психике человека... Кстати, хочу подчеркнуть, что для первой девушки вот эта ситуация с мужем – это не просто конфликт или проблема. Это проблема особо ценная. Потому что для второй и для третьей – нет. Для второй и для третьей – это была просто проблема, которую она смогла разрешить, потому что у неё нет таких противоречий внутренних. Вот именно теперь понятно, товарищи специалисты, значит, да, и я же с ними, что у всех есть проблемы, конечно. Но не каждый человек, имея определённую проблему, так особо к ней относится, так противоречиво. Именно вот это противоречивое внутреннее отношение, которое закладывается с детских времён и сделает то, что совершенно банальные жизненные ситуации вырабатываются в защитные механизмы. Сейчас я покажу, как. Итак, я изменил муж. И у неё семья самая ценная. Она не может принять решение развестись, не развестись. У неё актуализируются внутренние напряжения или внутренние конфликты или противоречия. Головной мозг, как высшую нервную деятельность, срабатывают защитные механизмы. Первый защитный механизм, пишем, который сработал в данном случае этой клиентке, это формирование доминирующей схемы, доминирующей смены или смены доминанты, проще говоря. Должна включиться другая часть мозга, другая её зона. Всё очень несложно здесь для понимания. Чтобы выключилась эта, должна включиться другая. Чтобы включилась другая зона, хрена с два, просто так она включится. Нужно испытать очень сильное эмоциональное состояние. Например, страх. Именно поэтому... Внимательно все слушайте сейчас, пожалуйста. Выключите всё и слушайте то, что я сейчас скажу. Именно поэтому наши пациенты описывают такие странные фобии. Задохнуться от ветра, от творога. Они сами понимают, что сердцу постоянно прислушивается. То есть, они сами понимают, что их фобии достаточно нелепы, но страх, черт побери, есть. Понятно почему? Потому что зона, на которую переключилась доминанта, должна испытывать страх, чтобы выключилось это. Соответственно, просто так на ровном месте страха не бывает. Нужно найти оправдалку. И вот здесь, в оправдалках, гениальным образом работает логика, то бишь разум человека в отношении своего сердца, своего дыхания, совершенно нелепых идей, фобий так называемых. И вот как раз именно эти нелепые страшилки и актуализируют эту зону. То есть, если по большому счёту сказать, человеку в невротическом состоянии совершенно по барабану чего бояться. Он боялся за сердце, за сердце перестанет бояться, будет бояться другого. Перестанет это бояться, будет бояться третье. Потом будет думать о чём-нибудь ещё навязчивом. Потом ещё что-то поменяется. В общем, здесь никогда не закончится фобическое и тревожное состояние, потому что оно должно работать. Отсюда же, почему многие мои коллеги, и я разделяю их мнение, сходимся в том, что просто устранять защитные механизмы даже вредно. Потому что устраняя защитные механизмы, вы провоцируете на перерождение новых. И таким образом попадаете в такой круговорот вечного посетителя-психотерапевта, который не понимает, что с вами делать. Он вам даёт техники. Вы устраняете одну фобию, появляется вторая. Вторую фобию устраняете, появляется третья, третью, четвёртую, пятую. Потом по кругу начинаете прыгать, 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 прыгать. Потому что не работает в саму центральную тему конфликта. Понятно? Итак, первый защитный механизм – сформировать у вас страх и тревогу. А ваша логика как человека разумного должна её обосновать. Ну, у меня же ветер дует впереди. Ну, у меня же сердце стучит сто. То есть, тут идёт потом логика, которая как бы рационально объясняет повод для беспокойства. Хотя на самом деле никакой рациональной логики здесь нет. Это просто фантазия вашего мозга, что пульс 100 и 120 – это опасно. Ваше сердце работает в совершенно других диапазонах, абсолютно в безопасном режиме 160 даже. И больше. Вы должны это понимать. Вот перед вами сидит человек, у которого в 2006 году было море панической атаки, кардиофобия. Мне сегодня 30 лет. Это было, наверное, 5-6 лет назад. А перед вами сидит человек, который занимается на пульсе 180 в тренажёрном зале 4 раза в неделю, как лошадь там пашет. Нет. Всё, что вам кажется – это иллюзия. Потому что ни один человек от этого не умер. Вас не госпитализируют. Потому что всё, что вам приходит в голову – это защитная функция мозга. Не более того. Она вам не опасна. Ваши страхи, вот эти вот защитные, они никогда не материализуются. Это иллюзия, это фобия. Потому что у мозга есть такая задача – вас сюда переключить. Теперь, как работает здесь фармакология. Фармакология работает очень просто. Она изменяет нейрохимию коры головного мозга. Всё очень просто. Меняется, идёт воздействие на нейромедиаторы, на определённые гормоны, и эта зона мозга действительно тухнет. Соответственно, если тухнет эта зона мозга, тухнет и вот эта зона мозга, и человек говорит – ааа, кайф. Проблема в том, что когда заканчивается приём препарата, если не изменилось ничто в самом человеке, вот в этой женщине, в отношении своего мужа, и своих убеждений, и ситуация сама не разрешилась, после приёма препаратов, соответственно, всё равно эта зона актуализируется, и опять сработают защиты. Поднимите руку те, кто принимал массу фармакологии разными курсами, разной длительности, но это не принесло результатов. Пожалуйста. Это говорит о том, что та проблема, которая вызвала у вас невротический выход, на самом деле по-прежнему актуальна. Здесь есть две большие подсказки. Первое – это ваше убеждение и ваша структура личности. Второе – это обстоятельства, в которых вы живёте и находитесь. Всё, не надо тут ничего копать. Поэтому мои клиенты, точнее, нет, мои клиенты так уже не разрешляют. Люди, которые являются не моими клиентами, или около, так сказать, моими клиентами, такими поклонниками, с кем мы общаемся в интернете часто, вопросы задают. Многие спрашивают, «Алексей, я вот копаю, 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 копаю и никак не раскопаю». Ребят, это колоссальная ошибка. Не надо ничего копать. То, что актуализировало, допустим, внутренний конфликт у нашей клиентки под названием «хочу развестись и не хочу одновременно», ну куда тут копать? Грамотная работа психотерапевта – это всё на поверхности. Ну, максимум с натяжкой раскопать можно то, почему для неё измена мужа является таким болезненным фактором, и почему для неё семья является такой сверхценной идеей. Но тут копать буквально 2-3 занятия. Что тут копать? Для профессионального психотерапевта с опытом это и так понятно. Он так всё знает. Вот в этом плане. Он знает, как это работает. Соответственно, не перестаньте копать вот в такой позе «я копаю, ищу свой внутренний конфликт». Не надо. Надо понимать, что ваши внутренние конфликты лежат на поверхности. Надо анализировать вашу личность и ваши обстоятельства вместе с грамотным психотерапевтом, а не со специалистами, которые любят психологию. Замечательно, но старайтесь отдавать предпочтение людям с опытом. Объясню почему. Когда вы прочитали 2-3 книги по психологии и считаете, что вы себе смогли помочь этими знаниями, это колоссальное заблуждение думать только, что эти знания относительно вас помогут другим. Я примерно так же думал в 2007 году, когда я закончил испытывать проблемы с паническими атаками, я действительно сам себе помог. И я думал, что я открыл какую-то уникальную штуку, которую никто ни хрена не знает. Многим помогало до какого-то момента. А потом опять начиналась проблема, потому что как бы решали страшилку, а проблему не трогали. И надо понимать, что профессиональный психотерапевт это человек, который прежде всего имеет несколько тысяч рабочих часов в год с разными людьми. И желательно далеко не один, не два, не три года. Почему? Потому что именно вот этот опыт дает психотерапевту понимание того, как обычно складываются те или иные противоречия, потому что они на самом деле достаточно типичны, с разными нюансами в детстве, безусловно, но логика их достаточно типична. Соответственно, опытный психотерапевт, который работает именно вот в таком ключе, как я, допустим, и как мои коллеги, достаточно несложно для понимания этой проблемы. Проблема не в осознании внутреннего конфликта, ребят, а проблема в его решении. Поверьте, инсайт никому не дает здоровья. Не обижайте сейчас психоаналитики, я уважаю психоанализы, мой направление называется когнитивно-аналитическая психотерапия. Я очень горжусь Фрейдом и горжусь, что я имею базис психоанализа. Объясню сейчас, почему. Почему нужен базис психоанализа? Потому что на психоанализе строятся все остальные модальности психотерапии. То есть, зная базу психоанализа, на неё уже потом выстраивались другие направления. То есть, все знаменитые психотерапевты и психологи, которые выдвинули собственную теорию, собственную концепцию, которую вы сегодня знаете, это все люди, которые были бывшими психоаналитиками. Которые занимались много лет психоанализом и решили выйти из этого направления, сформировав новую гипотезу, новые практические навыки. Соответственно, любой психотерапевт должен обладать базисным знанием психоанализа. Это не значит, что он должен быть психоаналитиком. Он должен просто понимать, на чём основываются вот эти бессознательные драйвы, на чём основывается эта работа. Даже если вы будете гештальтистом или чисто когнитивщиком, или поведенческим терапевтом, вы должны понимать, относительно чего мы работаем. Соответственно, база психоаналитическая должна быть у каждого. Это лично моё мнение, это не априори факт. Даже если вы не разделяете позицию психоанализа, вы должны это знать. Вы должны знать, что вы не разделяете. Потому что много молодых специалистов, которые говорят, нет, Фрейд был неправ, вот гештальт – это круто. Он даже не знает, в чём был Фрейд неправ. Я говорю, ну расскажи, чем ты не согласен, приведи пример практический. Он не понимает, он не может привести, потому что он не знает базу. Он не знает основ психологии, психоанализа. Поэтому дискутировать с такими людьми не приходится возможным. Едем дальше. И вот у нашей клиентки сформировались вот эти вот доминанты. Поэтому надо понимать, что фармакология тушит это, тушит, соответственно, это, потом это всё актуализируется. Вот и всё. Что здесь нужно понимать? Понимать надо то, что первым этапом мы работаем немножечко с симптомом, для того, чтобы они стали менее яркими, менее пугающими. Если это агорофобия, мы тренируем человека экспозиционным тренингом на правильную расстановку экспозиционных этапов, выдержка в той или иной позиции. Если это фобия, примерно та же самая история. А затем мы начинаем плавно отсюда переходить сюда, решая внутренний конфликт. Теперь про решение. Сам инсайт не даёт здоровья. То, что у меня клиентка осознала, что она с одной стороны не может развестись, потому что для неё семья важна, а с другой стороны она не хочет, она от этого что, думаете, здоровее стала что ли? Да нет. Здоровее она от этого не станет. Она станет здоровее тогда, когда она сможет принять решение. А решение она, как вы думаете, вот здесь может принять? Нет. А решение она принять не может, потому что у неё есть два негибких убеждения. Муж – козёл, простите за выражение, потому что такой человек, это просто ужасно. И семья – самое важное. Вот изменив гибкость мышления и проработав эти защитные механизмы, вот этой жёсткости, она и сможет найти решение внутреннего конфликта. И этим занимается ваш покорный слуга и мои коллеги. То есть решить внутренний конфликт возможно только тогда, когда способы решения для вас становятся приемлемы. Давайте вот так скажем, да? А чтобы найти приемлемый способ решения внутреннего конфликта, его надо сначала, а, осознать, и, б, работать над защитными механизмами. Вот тогда и на это может уйти ни месяц, ни два, ни полгода и даже иногда ни год. Смотря какая личностная структура. Бывает личностная структура такая, где человек всё понимает, но не может принимать решений до определённых моментов. И мы прям по крупицам создаём его гибкое мышление, и только через год, через полтора он начинает что-то потихонечку сдвигать, и как-то решение начинает проклёвываться. Бывает так, что на это уходит три месяца, шесть месяцев. У всех по-разному. Это понятно, что такое ваши фобии, страхи, почему они такие нелепые, почему их так много? Потому что есть центральная проблема, на которую всё это переключается. Чисто когнитивка, чисто поведенческая тема расслабляет здесь некоторые страшилки, но потом всё равно она начинает по-любому здесь как-то работать. Это ещё не всё. Есть ещё одна штукенция, которую вы должны знать. Бывает так, что в кабинет к психотерапевту приводят детей или подростков с очень странным таким, как на первый взгляд родителям кажется, симптомом кусает губы, вырывает волосы, или причиняет себе воль всевозможным образом. Есть ещё одна зона в головном мозге, которая способна на себя переключить доминирующий импульс. Естественно, это зона боли. Зная это, от когда был открыт наукой этот защитный механизм, сразу были сформированы несколько упражнений, которые помогают переключаться в том или ином психологическом напряжении. Например, упражнение с резинкой. Когда вы вешаете резинку на запястье и как только у вас возникает страх или какое-то вегетативное состояние, вы начинаете шлёпать себя резинкой по запястью или, например, начинаете себя щипать. Испытывая такую боль, мозг переключается со страшилки вот сюда и страшилка прекращает так сильно вас пугать, потому что актуализируется другая зона мозга. Соответственно, всё. Понятна логика? Внимание сейчас! Если вы увлечётесь болевыми переключателями, вы не решите опять никакую проблему. Вы просто найдёте себе некую пилюлю в виде боли. И тут есть возможность привыкания, что человек начнёт сознательно причинять себе боль в определённых сложных жизненных ситуациях, и это уже будет новая проблема для вашего психотерапевта. Поэтому я вас очень прошу, не спекулируйте этим защитным механизмом, иначе вы создадите просто новую проблему с покусанными губами, с исщипленными ногами, руками, и проблема будет. Бывает так, что этот защитный механизм включается неосознанно у детей и подростков, когда они начинают выдёргивать волосы или кусать сильно губы, или себя щипать. Как бы на ровном месте. Приходит мама, говорит, вы знаете, Алексей, у меня вот сын выдёргивает волосы и постоянно себя кусает. Что с ним по-такое? Как бы всё хорошо, мама говорит. У нас благополучная семья, все золотые медалисты, все, значит, два высших образования, и мы его готовим. Естественно, он должен сдать ЕГЭ на 100 с плюсом там, он не должен получать четвёрки в школе, только пятёрки, естественно, у него дорога в МГУ, естественно, на самый сложный факультет, и, естественно, после МГУ у него самая крутая работа, и, естественно, и это педалируется в ребёнке. Ребёнок не может расслабиться, он не может получить четыре. Его постоянная зона мозга очень сильно напряжена, и он выходит постоянно, ему приходится переключаться, и, к сожалению, его защитный механизм выбрал такое болевое переключение, потому что один раз он выдернул, понравилось, ну и пошло-поехало. Соответственно, здесь надо тоже это понимать. Объяснить и работать не столько с этим механизмом, сколько с тем, что заставляет мозг переключаться на эту проблему. Сюда подключаются родители, естественно, сюда подключаются члены семьи, можно перейти сначала в индивидуальное консультирование с этим ребёнком, подростком, затем, естественно, в семейное консультирование, потому что эта проблема актуализировалась из-за поведения родителей, безусловно. Это ещё не всё. Это понятно? Хорошо. Чувствую, что вы начинаете просветляться потихонечку. Это ещё не всё. Смотрите ещё, какая есть штука. Тоже вам надо знать, где это, где у меня. Есть ещё одна зона мозга, которая тоже способна переключать доминанту. Вот так мы нарисуем вот здесь. Это зона мозга, отвечающая за эйфорию и за адреналин. Соответственно, вы должны понимать, что эйфория и адреналин, ну, давайте их разделим, там есть небольшие нюансы, вот так вот. Вот так. Что-то будет отвечать у нас тут за эйфорию, что-то за адреналин. Сейчас это не столь важно. Почему есть люди, которые любят наркотики и алкоголь? Вот почему есть люди, которые, допустим, придут в казино, поиграют, поиграют и больше не придут? А есть люди, которые придут, поиграют, поиграют и останутся, и всё проиграют. Почему есть люди, которые могут пить все праздники Новый год, и не спиться, и не уйти в запой, а есть те, которые достаточно им выпить несколько раз, и всё, и Остапа понесло? Почему есть те люди, которые пробуют наркотики и не испытывают зависимости, а есть те, которые два-три раза попробовали и втянулись? Объясняю. Та же самая проблема. Если у человека есть актуальная конфликтная ситуация в психике, то стимулирование зон алкоголем или наркотиками будет давать такое сильное расслабление вот здесь, вот здесь, что ему понравится и очень сильно, чем человеку, у которого этого не было. Если у вас изначально вот этого не было, стимулируя вот эту зону, ну, будет как бы нормально, но не будет такой зависимости. А если у вас изначально была невротическая проблема, и вы попытались её закурить, попытались её занюхать или запить, то либо вы очень сильно подсядете на это, либо ваш организм отреагирует очень неадекватно. Почему именно? Ко мне очень часто обращаются ребята, у которых случились защитные, ну, вот эти вот фобические истории, после того, как они употребили наркотик. Почему они попытались употребить наркотик? Потому что была проблема. Думаю, дай-ка я переключусь. Попытался, а мозг уже реагирует неадекватно, потому что здесь уже проблема, он уже перенапряжён. И срабатывают защитные вегетативные психи... Тут, кстати, связь с вегетативной системой надо нарисовать. Она очень прямая здесь, потому что вегетативная система связана со страхом, вы тоже у меня знаете, адреналин. Вот и всё. То есть, попытались покурить или выпили. Вегетативная система здесь может быть... Давайте вот так нарисуем. Здесь она тоже будет связана, потому что алкалоиды, производные кокаина, эфедрина, там и анафетамина, они тоже стимулируют вегетативную систему. Была проблема, которую вы попытались закурить, стимулируется вегетативно-нервная система, и она приходит в импульс страха. То есть, вы попытались сместиться сюда, а так процесс пошёл, что он сместил вас в фобический невроз и актуализировалась зона защитных фобических механизмов. Работа вся точно такая же. Работаем прежде всего сюда. Конечно, мы объясняем, что человеку произошло, на это может потребоваться 2-3 месяца, но потом всё равно приходим сюда. Понятно? Вот вам классическая нейрология вашей проблемы. Я надеюсь, что вам было понятно, что все ваши фобии, навязчивости, вегетативные проявления, это всего лишь навсего результат переключений, вниманий, акцентов коры головного мозга с доминирующей проблемой. Начинаем, безусловно, с работы с симптомом, но затем мы переходим к решению внутренней проблемы. Ещё один частый вопрос, который задают. Помог мне психотерапевт или не помог? Это в корне неправильная позиция. Теперь вы видите почему. Психотерапевт не может вам помочь. Он может вам попытаться показать на определённое противоречие жизни, но решать это противоречие и действовать определённым образом придётся вам. он вам может объяснить защитные механизмы, научить вас некоторым упражнениям, ослабить эти защиты. Но когда речь заходит о внутренней противоречии, разве я могу сказать моей клиентке «разводись или не разводись»? Нет. Она должна сама принять это решение. Она должна сама стать более гибкой благодаря нашей с ней работе. У меня были клиенты, с которыми мы год занимались, и только через год они стали более-менее гибкими и более-менее адекватно воспринимать семейную жизненную ситуацию и принимать какие-то решения в семье. И только тогда пошёл прогресс. Поэтому вы должны понимать, что психотерапевта не надо воспринимать, как он помогает, как стоматолог или нет. Психотерапевт старается вам указать, показать на самого себя, дать вам правильный инструментарий для формирования правильного, гибкого отношения к своим противоречиям. А решайте вы эти противоречия сами. Находите способы решения сами. Но не он за вас. Прийти и сказать, откройте мне черепную коробку, почистите, я пойду дальше, так не пойдёт. И это очень важно понимать. Я надеюсь, что у меня получилось в этом блоке рассказать вам о том, что с вами происходит. Ну вот, собственно говоря, наверное, всё в первой части. Смотрите следующую часть, которая находится буквально рядом с этим видео. Приходите... Какого числа? Приходите в воскресенье с 17-го, по-моему, да? Я чуть не помню, какого вебинар будет. Какого числа вебинар? 17-го? Да. Приходите 17-го ноября на вебинар, посвящённых вопросам вытесненных сексуальных влечений. Будем разбирать там вопросы классического психоанализа сексуального влечения. Будем разбирать проблемы в половой сфере. Будем разбирать интересные истории из реальной жизни, как внутренние сексуальные мотивы формируют определённую невротичность. То есть, внутренний конфликт в сексуальном аспекте. Очень интересно будет. Я отвечу на вопросы по анаргазмии, по импотенции, по преждевременной эвакуляции, по страхам перед половым актом. В общем, будет 2,5 часа достаточно интересного материала. Приходите, записывайтесь у Максима и смотрите следующие части.